Здравствуйте, друзья! Я долго обещал видео по НЭЦ, Национальному электрическому кодексу США и вот, пожалуйста, как я говорил до этого, Национальный электрический кодекс США выпускается с 1897 года, обновляется каждые три года с поправками, добавлениями и он принят практически в каждом штате США. А когда я говорю практически, есть штаты, которые еще на 2011 цикле, есть которые на 2014 и вот один или два штата приняли 2017 год, самое последнее обновление кодекса. Также он используется в некоторых других странах, вот в последнем параграфе можете прочитать, есть страны, которые приняли его как свой Национальный электрический кодекс. НЭЦ, 10 глав, начинается с нулевой главы, вступление, можете поставить на паузу и прочитать название остальных глав, но мы к этому списку еще вернемся. Ну, потерпите, пожалуйста, я не буду чересчур заостряться на каких-то бюрократических деталях и там нумерации и всем таком, но все-таки хотел дать вам базовое объяснение о том, как сложен код. Есть 10 глав с нулевой по девятой. Каждая глава состоит из статей. Вступление начинается со статьи 91. Глава первая содержит статьи 100, 110 и так далее. Всего НЭЦ содержит около 140 статей. Практически в каждой главе есть части и в каждой статье. Они обозначены буквами. К примеру, часть 110, 3Б. У некоторых частей есть подчасти. К примеру, 240, 104, А, 1. 1 – это первая подчасть этой статьи. Ну, в общем, все. И для чего это вам все показалось? Чтобы, если я, например, ссылался на статью 250, 104, А, 1, вы будете знать, что это вторая глава. Статья 250, 104, часть А, под часть 1. Ну, опять-таки, при любой возможности я буду показывать практические аспекты НЭЦ и конкретные примеры применения при возможности с иллюстрациями. Вот такого сухого материала я постараюсь держаться подальше. Ну, начнем с нулевой главы. Глава вступления, 91, самая первая статья НЭЦ, говорит о предназначении НЭЦ. И она гласит, что цель нормативов НЭЦ – обеспечение безопасности людей и собственности путем минимизации рисков, связанных с электричеством. НЭЦ не является руководством по дизайну или инструкцией для неквалифицированного персонала. А, 91b, соответствие, говорит, что система, установленная в соответствии с НЭЦ, обеспечит оптимальную безопасность людей и собственности. Ну, парафраза предыдущей статьи, да. Чтобы это просуммировать, целью НЭЦ не является обеспечение эффективности или удобства, или пригодности для расширения устанавливаемых систем в будущем. И НЭЦ не является руководством по дизайну. Всего лишь, что из себя это представляет, это свод нормативов, обеспечивающих безопасность людей и собственности. Ну, иногда возникают споры по поводу той или иной статьи, поскольку интерпретации некоторых статей походят на руководство по дизайну. Похоже, что они говорят, как разрабатывать какую-то систему, как дизайнировать. Ну, бывают спорные вопросы, и я на них заострю внимание, если они возникнут. И еще просто хотел добавить, что НЭЦ содержит просто минимально допустимые стандарты безопасного монтажа. По желанию и по согласованию с заказчиком вы можете добавить меры безопасности, улучшить, расширить. Опять-таки, НЭЦ это не руководство по дизайну, это просто минимальный набор норм, обеспечивающих безопасность. Ну, вот наглядный пример того, как можно добавить безопасности по желанию, по необходимости, по согласованию с клиентом. Вот, к примеру, УЗО, устройство защитного отключения в виде розеток или в виде УЗО, в виде диф-автоматов, требуется в помещениях, где есть или возможно влага. Или при установке розеток на внешней стороне здания. УЗО требуется на кухне из-за близости к раковине, в подвалах, гаражах, прачечных комнатах и так далее. Но при дизайне нужно мыслить вне пределов минимальных стандартов, естественно. К примеру, в частном доме, если есть розетка в прихожей, возле входной двери, то легко предвидеть, что в нее могут включить удлинитель и потянуть его внаружи дома. То есть, при дождливом дне может ударить током, если нет УЗО. В таких случаях, хоть это и не требуется по кодексу, стоит хотя бы предложить заказчику установить там УЗО-розетку, предвидя вот такую ситуацию. Другой пример. Вот справа, слева это УЗО-розетка, справа это розетка УТО, устройство термического отключения. Одна из причин пожаров – дефектная вилка, начинающая перегреваться в розетке и, естественно, инсуирующая пожар. Можно предложить клиенту УТО-розетки. Эта маленькая кнопочка в середине при перегреве розетки выскочит и отключит ток. На данный момент УТО не оговорено кодексом и поэтому относится к дополнительным мерам защиты, превышающим минимальные стандарты. Но я стараюсь не преувеличивать достоинства УТО. УТО – еще спорный вопрос. Да, большинство пожаров при правильном монтаже возникает не из-за установленной проводки, а из-за того, что к ней подключено. Будь то, скажем, дефектный провод, дефектный удлинитель или дефектная вилка. Но дефектная вилка – это один из аспектов этого уравнения, как говорится. Там ни за одной вилкой возникают пожары. То есть добавочная цена УТО-розетки может и не оправдывать ее добавочной цены. Но всегда хорошо дать заказчику такой вариант. 91С – соответствие международным стандартам. Требования НС соответствуют стандартам ААЕЦ – Международной электротехнической комиссии, и АРЦ – Международному жилищно-строительному кодексу. Практически каждая статья НС имеет свой эквивалент в АРЦ. НС стандарты немного более обширны. То есть в НС существуют статьи и оговорки, не упомянутые в АРЦ. Идем дальше. 92С – сфера действия НС. 92А – системы. Действие НС распространяется на установке следующих систем. Электрических проводников, кабелей, рукавов и кондуитов. Как вы помните из моего предыдущего видео, кондуит – это система из трубок, рукавов, монтажных распаячных коробок, через которые можно протянуть монтажный провод. Установка электрического оборудования. Также подпадает в сферу действия НС. Установка кондуитов и рукавов для сигнализационного, противопожарного, оптополоконного и коммуникационного оборудования. В отношении зданий и месторасположения действие НС распространяется на следующей территории объекта здания. Общественные и частные здания, жилые и коммерческие индустриальные, плавучие дома, мобильные дома, парковки, территории ярмарок, рынок, гаражей. И вот на этой иллюстрации я покажу, с какой точки начинается действие НС. Вот столбовый трансформатор, где первичное напряжение 7200 В или 13000 В понижается до 240-120 В. Двойное напряжение, как вы знаете, в Америке. Вот это называется сбросный кабель. Service drop. Сбросный кабель. Сервисная точка, где сбросный кабель подключается к мачте. И вот этот щиток, счетчик, мачта и соединение щитка с счетчиком, это называется сервисом. Вот с сервисной точки начинается ответственность хозяина строения за проводку и начинается действие НС. При подземной проводке это немножко более запутанно. Это все оговаривается местными правилами, местными регламентами. Иногда ответственность хозяина начинается от счетчика, иногда ответственность хозяина начинается на столбе. Там, где противоположный конец вот этой подземной подводки подключается. Иногда там начинается. То есть, если вот здесь какая-то проблема под землей, то это вам нужно будет копать и решать эту проблему. Ну, из этой иллюстрации понятно, почему воздушная подводка популярнее подземной. Может, она не настолько красивая, не настолько привлекательная, но если сбросный кабель оборвется, то за это отвечает энергетическая компания. То есть, да, молодельцу за это беспокоиться не придется. Энергетическая компания должна прийти и починить все до сервисной точки. Опять-таки, как я сказал, с подземной подводкой это немножко запутанно. Ну, на северо-востоке страны, где я живу и работаю, воздушная подводка допускается. В некоторых южных штатах, в частности во Флориде, в Техасе, во многих юрисдикциях допускается только подземная подводка. Из-за штормов, ураганов, поэтому там особо выбора нет. НС, опять-таки, его действие начинается с сервисной точки, и все внутри строения регламентируется НС. То есть, НС отвечает за систему потребления электроэнергии. Им руководствуемся мы, жилищные, коммерческие и индустриальные электромонтажники. Линейщики, то есть, рекомонтажники, обслуживающие системы доставки электроэнергии, они руководствуются НЕСЦ. Я таким монтажом не занимаюсь. С НЕСЦ я знаком только в общем, в общем, как говорится, в общем-общем порядке, поэтому видео по НСЦ я не обещаю. Хотя, я думаю, запросы возникнут. Ну, посмотрим, если я подучу и выложу видео насчет этого, хотя с профессиональной точки зрения я его осветить не смогу. 92А системы, продолжаем. Действие НС не распространяется на проводку в наземном, воздушном и водном транспорте, автомобилях, кораблях, самолетах, проводку в шахтах и карьерах, проводку на железнодорожном транспорте и ЖТ-инфраструктуре, зданиях под исключительным контролем энергетических и телекоммуникационных компаний, электростанциях и телефонных станциях. То есть, те объекты, доступ к которым имеет только квалифицированный персонал, не обязаны подчиняться НС, они могут иметь свой слот правил и ими руководствоваться. 94. Право применения. Ну, с переводом этого слова, enforcement, я немножко поборолся, потому что слово право применения, оно в русском языке есть, но немножко корявое. Ну, слово enforcement переводится как принуждение к исполнению. Ну, надеюсь, вы поймете меня правильно. Суть этой статьи, наверное, объяснит значение этого названия. НСЦ применим как свод административных правил, подлежащих применению и исполнению той юрисдикции, которая решила его принять. Ну, опять-таки, некоторые штаты принимают цикл НСЦ с задержкой. Некоторые вносят свои дополнительные ограничения и поправки. Ну, по большому счету, НСЦ является административным сводом правил безопасности по всей территории США и других стран, которые его приняли. И при инспекции инспектор обязан ссылаться на какую-то определенную главу, статью и часть или подчасть НСЦ, которой руководствуется данной юрисдикцией, или какую-то конкретную поправку, которую данный муниципалитет решил принять. Идем дальше, переходим к первой главе, статья 100, общее определение. В общем, статья 100 – это словарь. Словарь, дающий определение концепциям, словам, понятиям, используемым в электромонтаже и в Национальном электрическом кодексе. В частности, статья 100 описывает, что такое электрическая цепь, дает официальное название рабочему нулю, защитному нулю и фазе. В простой речи мы говорим, да, рабочая защита – нуль фаза или фаза – нуль земля. Согласно НСЦ, английский эквивалент этих понятий, этих слов – это заземленный проводник в случае нуля. Нуль – это называется заземленным проводником. Земля или защита называется заземляющим проводником. И фаза называется незаземленным проводником. Также статья 100 описывает, что такое простейшие элементы монтажа, что такое розетка, что такое щиток, что такое заземляющие электроды. Объясняет различия между водозащищенностью и водонепроницаемостью и дает определение обычным жилым или коммерческим помещениям. Типа, что такое ванная комната. Ванная комната с точки зрения на С – это помещение с раковиной и одним или нескольким из следующих – унитаз, ванная, душевая кабина. Также, согласно НСС, кухня – это помещение с раковиной и постоянными условиями для приготовления пищи. Ну, чаще всего под постоянными условиями имеется в виду столешница и постоянно установленная плита, или электрическая, или газовая. Ну, электроплитка, работающая от розетки, постоянными условиями не считается, согласно кодексу. То есть, можно поспорить, кухня это или нет, только потому, что там есть раковина, электроплитка – это может не называться кухней. Так, статья 110, требования к монтажу 110.3а гласит, что установленные проводка и оборудование не могут быть допущены к использованию без одобрения инспектора. Ну, перевод в любой юрисдикции, которая руководствуется НСС, любая установка оборудования или проводки должны быть одобрены инспектором. Критерии для одобрения следующие – должная прочность и надежность, надлежащая надежность изоляции, соответствие нормам безопасности. Ну, как вы понимаете, это все субъективно, да, то есть, чем инспектор будет руководствоваться, что эти критерии, что эта установка соответствует этим критериям. Что обращает дело, это если оборудование и проводка сертифицированы одной из национально аккредитованных лабораторий. То есть, если вы ставите новый щиток и устанавливаете его должным образом, ну, насчет должного образа мы на следующих двух слайдах поговорим, это уже почти гарантия, что данное оборудование будет одобрено к использованию инспектором, если оно сертифицировано одной из национально аккредитованных лабораторий типа ETL или UL. 110.3b оборудование должно быть установлено в соответствии с инструкциями производителя. Ну, к примеру, этих инструкций, как пример эти инструкции, то есть, шины и болты должны быть затянуты с должным крутящим моментом по спецификации производителя. Использование автоматов должно соответствовать, использованные автоматы должны соответствовать данной модели щитка, то есть, они должны быть сертифицированы для использования с этим щитком. Если у вас щиток GE, только автоматы General Electric или их эквиваленты, указанные в инструкции к щитку, допускаются к использованию в этом щитке. В общем, ну, вывод, не выбрасывайте инструкции, особенно перед инспекцией, они вам могут понадобиться, чтобы тыкнуть в должный параграф инспектору и доказать свою точку зрения. Ну, 110.7b вам может показаться очевидным, но эта статья гласит, что установленные системы должны быть свободны от коротких замыканий, замыканий на землю и не предусмотрено соединение с нулевыми проводниками. Ну, вполне очевидно, но в случае, если кто-то вдруг рискнет спросить, а вот где это написано, вот где это написано, 110.7b. В одном из моих видео я приводил пример, почему нельзя, например, опять-таки, провода удлинителя засунуть в садовый шланг и считать это нормальной проводкой. Вот где это написано, опять-таки, вот где это написано, 110.8b, надлежащие методы электропроводки. Только методы проводки, упомянутые в НЭЦ, могут быть использованы в монтаже. Они упомянуты в третьей главе, до которой мы дойдем. 110.12. Качество монтажа. Монтаж должен быть произведен аккуратно и качественно. Под пункт А все неиспользованные отверстия должны быть закрыты, то есть, если вы просверлили отверстия, или если есть отверстия под автомат, в щитке, они должны быть закрыты соответствующим образом, сертифицированными методами. Внутренние поверхности щитков, коробок и другого оборудования должны быть защищены от загрязнения пылью, краской и другими контаминантами. Ну, вы, наверное, скажете, 110.12. Качество монтажа все-таки очень много здесь возможностей для субъективизма, но поверьте мне, инспектор, посмотрев на работу, на монтаж, сразу поймет, это сделано самоделкиным или сделано квалифицированным электриком. Так что профессиональному электрику провалить инспекцию по 110.12 очень и очень трудно. Это больше, скорее всего, эта статья чаще всего используется для выявления неквалифицированной работы и, естественно, для требований, как основания для требований ее переделать. Как вы видите, я скачу довольно-таки быстро по этим главам и статьям. Я заостряю внимание. Нулевая и первая главы, они, наверное, не столько интересны. Я заостряю внимание на тех элементах, которые, я думаю, будут интересны моей русскоязычной публике. Там есть очень такие многие детали, которые очень специфичны для американского рынка и для американского строительства, которые, я не думаю, что вам представят какой-то интерес. Если какие-то конкретные вопросы есть, я могу ответить. Если какие-то пробелы, которые я могу заполнить, я их заполню. Но, опять-таки, поверьте, я очень тщательно выбирал то, что я считаю вам будет интересно и старался всю остальную всякую шелуху оставить в стороне. Идем дальше. 110 и 14. Соединение проводников. Клеммы и зажимы должны быть сертифицированы для провода, с которым они используются. То есть обычно на терминалах, на клеммах, на зажимах будет указано, сделано ли это соединение только для меди, только для алюминия или алюминия и меди. Какой максимальный диаметр проводника, какой минимальный диаметр проводника, какая максимальная температура, допустимая при использовании этого проводника. Все это обычно бывает указано. 110 и 26 рабочее пространство. Согласно этому нормативу, щитки, особенно первичные щитки, должны иметь вокруг себя необходимое рабочее пространство. То есть по высоте от пола до 183 см от пола не должно быть ничего, кроме самого щитка в этом пространстве. Глубина и ширина этого пространства 91,5 см. В этом пространстве ничего, кроме электротехнического оборудования, установлено не может быть. Но и там есть оговорка. Это оборудование должно выступать не дальше 6 дюймов или 15 см от переднего края щитка. То есть вот вам пример нарушения. Стоит на полу трансформатор, если бы он выступал не дальше 15 см от лицевой стороны щитка, не было бы проблемой. Но если он выступает дальше, то это нарушение. Кстати, возникают часто споры, особенно при инспекции домов. Часто меня приглашают на предпродажную инспекцию дома, во всяком случае инспекцию электрической части, спросить совета, есть ли нарушения, есть ли какие-то явные нарушения кодекса. Это одно из самых частых нарушений, что если используется вот это рабочее пространство для хранения всякого хлама, это легко устраняется. Просто перенесите хлам. Но если там что-то установили, то это уже проблема. И я какой-то неприязнь к сантехникам не испытываю, хотя в Америке между электриками и сантехниками вечно идет какая-то борьба. У меня такой неприязни нет. Но, честно говоря, обычно если перед щитком стоит труба или водопроводная, или конденсационная, обычно это не щиток туда поставили после трубы, а трубу туда вставили после щитка в нарушении кодекса. И трубу надо переносить. Это нарушение. Ну, в общем, вот так. Вкратце, содержание нулевой первой главы. Постараюсь как можно быстрее выпустить вторую и третью. Если какие-то есть замечания, предложения, вопросы, пожалуйста, пишите. Спасибо еще раз за подписки, лайки. Спасибо Михаилу Чистякову за то, что выкладывает мои видео на своем канале. До новых встреч, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!